Кажется, Мразевич съел бы эту фигуру. Ну, дело в том, что здесь просто контр-игры у Черных нет после Б4, реальные. А там была. Там была, там... Не хотел он... Там нужна эту самую лишнюю фигуру, проходная пешка у Черных, со всем этим считаться, все это увязывать. Я думаю, что про классически правильное решение. А сколько у Саши времени осталось у Мразевича? У Мразевича как раз целых две минуты у него. Так, на F5, кстати, возьмем здесь, коль скоро ход этот уже сделан. Да-да-да, мы же его даже уже... Мы его обозначили, да. По-моему, EF пошел. Ну, да, E в единственный ход. Да, GF совсем худо, потому что мат по линии... GF просто мат будет, да, по линии G, а так будет мат по линии H. Это намного приятнее. Ну, тактику считать не надо, хотя идеи мата по линии H, красивого с жертвуя чего-нибудь, наверняка существует. Ну, Ладья F1 правильный ход, после чего все. Ладья F1, надо играть Ферзь H5, я думаю, чтобы пытаться вывести Ферзя из клетки. Держи 3, ничем неплохо, нет? G3. Да и G3 тоже, конечно, неплохо. Просто не хотелось перекрывать третий ряд, по которому легче всего перебрасываются фигуры. Загласен, да, но на втором игре кинется, это неплохо, там ставит Ладья на D2. Ну, в общем, это... Ну что, бросим эту партию, определившуюся. Так, Александр Борозевич добрался до пешки Е6. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим эту партию, она нам крупным планом дадена. Так, это другая партия, а это... Ну, как же, конь Е4, лишняя фигура. Оказывается, что это... Концентрошатка, да. То есть, после конь Е4 какие-то контршансы возникали. Видимо, да, вот в этой позиции конь Е4, король Е5, ЖФ, король Ф4. Король Ж2 вроде бы правильное решение. Ну, не захотел бы вообще давать этой игре. И ладья Ц2. Конь Ф2, тогда король Е3, ладья Е6, там, ну, можно играть Д3. Ну, действительно, как это контрыгра. Да, то есть, нужно считать варианты. А Мразевич решил, что Б2, Б4 проще будет. Да, чище. Конь Д5? Б4, конь Д5, да, совершенно верно. Ладья бьет Е6, король Ф7. Так, здесь важный момент. Жесткий ход, ладья А6. Вот один вопрос. Вот здесь вот можно и нельзя играть из короля Ф7, короля Ф5. Хотелось бы заострить наше внимание на этом. Тогда матовая сеть. Нет, там матовая сеть. И сдался. Ага. Все, партия закончилась, дамы и господа. И Александр Мразевич... Ладья А6 и что? Ладья А6 и сдался или что-то было еще? Сейчас мы посмотрим, в какой момент сдался. Но, так или иначе, Александр Мразевич уже определенно уходит на перерыв лидером. После ходов Б4. Конь Д5, ладья Е6, король Ф7, ладья А6. Конь бьет Б4. Ладья бьет А7. Вот здесь сдался Мразевич Галфим. Может такое быть? Ну, только просрочив время можно сдаться. По-моему, он это и сделал. Судя по всему, да, да, да. Именно это и произошло. Потому что после ладья бьет А7, вот время показывает 0-0-0-0. Ну, можно было сыграть здесь король Ф6. Так, а что происходит? Почему Свидлер разговаривает с арбитрами? А. Зачем Свидлер разговаривает с арбитрами? Непонятно. Так или иначе, Мразевич добивается победой. Ну, патицы выиграны, конечно, но нужно было еще все равно некоторые усилия приложить для реализации. Определенные усилия от него потребовались бы. А в партии Свидлер-Галкин сделано 40 ходов. Да, сделан ход, который вы рекомендовали, Сергей. Мы сегодня в блестящей комментаторской форме. В смысле угадываем? Да. Вот. И сделан именно тот самый ход, который... Ход ладья F1. Ладья F1, защита пешки. Ферзь H4. Трудно находимый ход. Ферзь H1. Так, цитноты закончились. Ферзь H4 именно, да? Ферзь H4, да. И единственная партия, в которой продолжается цитнот, это партия Корякин-Грещук, в которой, конечно, преимущество уже такое вполне осязаемое, кажется мне, у черных. Но игры еще много. Так, Ферзь пытается черных помешать. Белым сдвоить спаленяжь и дать мат. Давайте посмотрим пару Корякин-Грещук. Там сейчас все самое интересное. Вот это вот мы посмотрим. Единственная партия, которая сохраняет интригу. Да. Хотя, ну, у Крамника выиграна. Не, у Крамника, наверное, выиграна. Но это мы будем смотреть дальше. А сейчас пока цитнот, 39 ходов. Ладья H1. Какие-то секунды остались у Грещукана, чтобы принять решение. Он ходит Ладья C8. Так, заведем тогда эту партию, чтобы было видно. Итак, мы расстались с этой партией после хода Ладья F1. Так, Марк, я могу заводить ХД, если вы будете говорить. Это будет быстрее. Да, я буду, да. Хорошо, давайте. Это Ладья F1, Конь C4. Итак, Конь C4 сыграл здесь Александр Грещук. Ладья F3. Ладья F3. H6. H6. Еще по всему фронту начинает наступать. H6, Конь B4. Так, то есть Сергей Корякин решает такой ценой разменять пару коней. А, B. Теперь пешка потенциально продавная может образоваться. G5. G4. Ладья G8. Ладья F1. Конь B6. Слон Е3. Ну, идея черных, одна из идей, это прорваться королем на поле B3. Конь D5. Перегруппировка логичная, на F4 конь может подъяснить. Конь D5. Ладья H1. Свидея H4. Ладья C8. H4. Нужная. И вот здесь А3. А3, уже сыграно. Да, с сороковым ходом. Так, интересная ситуация. Очень интересная ситуация. Ну, А3 ход, так, на вскидку кажется очень логичным. Брать нужно, потому что, если черная пешка попадет на поле B2, то конь Bc3. А3. Ну, если исходим с хода B, или слон C1. Слон C1 нет. Ну, B. Нет, слон C1, A2. Ну, A2, я сказал. Ну, говорите спасибо в таких случаях, да. Хотя, с другой стороны, слон D2 и ладья A1, и потом еще... Ну, слон D1. У нас вот эта пешка еще потеряется, и это будет хорошо. Ну, D4, там, слон D1 много способов. Так, теперь что? Нет, у ладья берет. Нет, секунду, сейчас они думают. Они думают, но мы пытаемся забежать вперед. Так, пытаемся понять, как могут развиваться события после этого. Судя по всему, взятие БА жизненно необходимое решение. И как будто бы Сергей Корякин его уже принял. Или нет, он перевернул бланк и думает. Слон C1 это очень-очень вряд ли по многим причинам. Итак, БА. Предполагаем, что ход БА будет сделан. У черных выбор. Или взять ладьей, атакуя слона, вынуждая ход слон C1. Наверное. А может быть и нет, потому что ведь пешка G это для белых очень такой лахомый кусочек. Альтернатива состоит в ходе Конь бьет Е3. Везде шансы очень приличные у черных на победу, но нет гарантии. Поэтому выбор в подобных ситуациях чрезвычайно непрост. Ход Конь бьет С3 шаг вряд ли может рассматриваться. Конь уйдет в этом случае с активной позиции, с почти идеальной для себя позиции. Ну а в случае хода ладья бьет С3, наверное, правильное решение для белых это все-таки слон C1. Если слон D2, то можно обсуждать и ход Конь F4. Теперь в случае слона F4 и G, в две связанные проходные, легко выигранная позиция. После Конь F4 и отступления белого короля куда бы то ни было, диагональ D2, G5 перекрыта. Пешка G5 уже не атакована белым слоном, она не теряется черными ни в одном из вариантов. То есть при любом из отступлений, например, на F2, там на D1, разницы нет, и ответа естественного, ладья бьет А3, впечатление такое, что белым плохо. Взятие-взятие можно, конечно, сделать, вторгнуться на А6 можно, но через поле D5, если бы черный король был отступить на седьмой ряд, то была бы не совсем ясная позиция. После короля D5, короля E4 и так далее, абсолютно все понятно. Белые попадают под атаку, в дополнение к всему, прекративая на E4 ладья А2, придется рано или поздно ударить на F4, две связанные проходные, и конец партии. Так, иными словами, ход БА вроде бы обязательный, вот здесь, вроде бы обязательный, потому что на даже ход АЖ последует АБ с угрозой конь идет С3 и так далее, а при ходе слон D2 можно просто отобрать на G5 в конце, как минимум. Так вот, или, например, на ход АЖ, да, на АЖ мы уже обсудили, АЖ мы уже обсудили, тогда просто АБ. Вход слон С1 нехорош по многим причинам, в том числе и из-за хода А2. Да, БА, именно так, вот в этот момент играет. Играет Сергей Корякин, и теперь, судя по всему, ладья бьет С3, и не видно, абсолютно не видно, абсолютно непонятно, как здесь можно продолжать сопротивление. Белые не вправе рассматривать даже переходы в пешечные окончания. Пешка Б обесценивает белые пешки на ферзи на фланге, а у черных проходная. Поэтому слон должен в любом случае отступить. И слон должен отступить или на поле С1, скорее всего на поле С1, или на поле Д2. Ну, приходит слон, ход слон Д2 мы уже обсудили, тогда очень силен ответ кони в 4 шаг. Приходит слон С1, ничего такого убийственного мгновенно не происходит. Наверное, все-таки, тем не менее, кони в 4. Меняться по-прежнему нельзя, нужно куда-то отступать, куда, не знаю. Ну, на С2 нельзя отступать, из-за ладья бьет С1 и конь Д3, или конь Д3 сразу теряется слон. Поэтому нужно отступить, ну, скажем, не скажем, а просто на Д2. Теперь можно или дать шаг предварительно, или зайти за пешкой Ж. Вот здесь не все может показаться таким элементарным. Хотя позиция, конечно, смотрится как совершенно выигрышная и для черных, в вариантах такого рода. Черный король устремляется вперед. Белые могут атаковать пешку, стоящую на поле Б5, и приставать шахами с тыла к черному королю. Считание такое, что правильная стратегия здесь – это игра на атаку, на атаку на белые фигуры. Чуть ли не с конь Д3 можно начать, это условный ход. И здесь, наверное, просто король С4, выигрывая партию, потому что теряется слон. Или не все так просто. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, самым правильным решением здесь является ход король Д4. Вот. Ход король Д4, который не позволяет белым выбраться из этого ужасного для них капкана. Нет, король С2 есть ход. Король С2, скажем, шаг. Нужно играть слон Д2 вперед с угрозой Е3, и тогда ладья может, может или не может, скакнуть куда-то сюда. То есть вот так вот недолго наиграть выигранную позицию и довести ее до совершенно неясной. Ход на ход Е3, атака с тыла. Нет, достаточно. Недостаточно. Неясно. Ошибся. Наверняка ошибся. По-прежнему преимущество у черных, но позиция после кони Ф4 не такая простая. Нужно поаккуратнее. Так, что, партия закончилась? Да. Ну, судя по всему, позиции, конечно, безнадежные. Прямо скажем, но Сергей Калекин решил вообще не искушать. Не искушать судьбу, не проверять своего соперника, не проверять вот такие варианты. Нет, эта партия продолжается. Свитлер выиграл. Партию выиграл Свитлер. Ну, то, что Петр Свитлер стоял совершенно выигранно, это понятно. Мы даже не будем возвращаться к этой партии. А что касается партии между Сергеем Корякиным и Александром Грищуковым, то в ней еще закончено далеко не все. Здесь вот в этот момент думает Александр Грищу, как поступить после хода БА. Самое естественное, это взять на Ц3 ладьей. Ну, альтернативы разумной я просто не вижу. И тогда в белых единственный ход, не проигрывающий сразу. Слон Д2 проигрывает сразу из-за кони в 4. Ну, а после хода слон С1 все не так просто. Впечатление такой же позиции черных, конечно же, выигрышное. Конь в 4, король Д2. Но здесь можно увлечься, можно слишком резко пойти вперед, отдать какую-то пешку не вовремя, например, в таком варианте, и столкнуться с техническими трудностями. Я думаю, что Александр Грищук эти трудности, конечно же, преодолеет, решит все и доведет партию до победы. Уж очень мощно централизованы его фигуры. Я думаю, что сейчас будет сделан ход ладья бьет С3. Мы забежали далеко вперед, сейчас позиция реальная на доске вот такая. БА и ход черных. Ладья бьет С3, конечно же, ладья бьет С3. Единственный ход, по моему мнению, по впечатлению, которое сложилось, это ход слон С1, потому что после слона Д2 и кони в 4 все совершенно элементарно. Без малейшей контргры со стороны белых надо играть слон С1. И тогда, наверное, все-таки кони в 4. Ну, вот, у меня впечатление такое, что скоро мы переключимся на просмотр. Интервью на показ партии гроссмейстерами, которые сегодня одержали победу. Это будет происходить в пресс-центре на электронной доске, то есть довольно удобно все это будет вам наблюдать. И звук будет хороший. Ну, это произойдет буквально через несколько мгновений. Что касается партии, в которой пока еще сохранялась или совсем недавно сохранялась интрига, партии между Сергеем Корякиным, одним из трех лидеров, и Александром Грещуком, то похоже, что ее Сергей Корякин проиграет. Александр Грещук его догонит на рубеже 50%. Ну, а что касается лидеров, то их окажется двое. Это Петр Свидлер и Александр Морозевич. Петр Свидлер и Александр Морозевич.